Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Отказе от традиционного бумажного чека решений пока нет. Чтобы получать электронный, покупатель должен подключить специальную функцию в мобильном приложении. Планы внедрить такую функцию в свое приложение рассматривает система «Глобус», но пока компания завершает работы по другим бизнес-задачам по приложению. В сети «Самобранка» уже можно отказаться от бумажного чека в пользу электронного, сообщив об этом на кассе. Электронные чеки хранятся в общем почтовом ящике сети. Их можно запросить сразу при покупке или по истечении некоторого времени. Программа Экономика. Кировские экспортеры сообщают о сложностях с перевозками в сторону Китая. Об этом производители рассказали на встрече с губернатором. По словам руководителя Мурашинского фанерного завода Андрея Самоделкина, на их производственном процессе санкции не сказались, но есть вопросы с логистикой. Цены на перевозку по железной дороге в порт Владивостока высокие, и дорога в том направлении очень загружена. Альтернативой предлагается транзит через Казахстан или через порты Новороссийская и Находки. По данным Горьковской железной дороги, за последнее время объемы отправки грузов из Кировской области в Китай выросли на 11%. Кировские власти решили обратиться в федеральный центр по возможности субсидирования грузоперевозок для отдельных отраслей или для системообразующих предприятий. Далее информация от наших партнеров. Дефицит и подорожание импорта в самых чувствительных сферах тревожат кировчан. Стоит ли запасаться продукцией оптик и опасаться снижения качества жизни? В сети оптик ясно подтверждают увеличение сроков поставок линз и изготовления очков. Но это временно и сроки восстановятся, когда наладятся логистические цепочки, говорят эксперты. Отсутствие некоторых позиций контактных линз тоже временное и связано с повышенной активностью покупателей в марте. Запасы в Кирове скоро будут пополнены. Кроме того, любые линзы оптики ясно могут привести под заказ. Из-за санкций в коллекции солнцезащитных очков будет меньше европейских брендов. Но ясно в этом году нашли для кировчан альтернативы у азиатских поставщиков. Трендовые модели от брендов из Южной Кореи и Китая. Что касается ценовой доступности, то сеть сохранила все привычные скидки. Например, скидка 20% на покупку двух и более упаковок линз или скидка 21% в день рождения. Заказать линзы, растворы или очки можно через группу «Оптик Ясного» ВКонтакте, возрастное ограничение 16+, и через сайт «Оптикодефисясно.ру». Акция действует на момент выхода рекламы. Индивидуальный предприниматель Малых Екатерина Олеговна, ОГРНП 315-43-45-00-49-65. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM